Не знаю, ступенька есть или нет. Чтобы спуститься в подвал, приходится надевать высокие сапоги. Сразу же в нескольких помещениях слышно, как журчит вода. С каждым часом ее становится все больше. Вот тут осталось немного, уже немножко до уровня до этого. Если дойдет, все будет. Как видите, эта катастрофа дома будет. Сейчас уровень воды в подвале еще низкий. Дело в том, что съемки мы проводили в дневное время, а значит, большинство жителей общежития находятся на работе. Как только они придут вечером и начнут пользоваться водой, уровень воды поднимется сантиметров на 30, на 40, а то и больше. Потопы в подвале дома на Поповича-26 уже были, но чтобы в таких масштабах никогда, говорят жители. ЧП случилось еще накануне. К тому же при загадочных обстоятельствах. Подъезжала красная машина, вышел мужчина, забежал в подвал. Ну и 10-15 минут, может, он там был. Ну я не обратила внимания, ну разговаривала по телефону. Он вышел и через некоторое время соседи забегали, что там в подвале вода. Вместе с водой в подвале появился и смрадный запах, прорвало канализацию. Однако устранять поломки в управляющей компании отказались. Управляющая компания «Висис» нас просто бросила и не сообщила заранее никому ничего. Повесили какую-то маленькую бумажку, которую никто не замечает, проходит мимо и ничего не понимает, что это за бумажка и о чем там. Вот. И бросили так, что с большими недоделками. Как оказалось, уже несколько месяцев дом находится в самоуправлении. Роль аварийной службы взяла на себя прежняя управляющая компания, но уже на основе договора подряда. Однако и он был расторгнут из-за юридических коллизий. Давайте на собрание заново проводить, переводить в соответствие с законом. То есть, соответственно, площадь надо было уменьшать им. Вот те документы, которые у них или по договору найма, или по закону, то, что у них там при приватизации договор, или вот следует за право собственности. Из этого надо было пересчитать тот тариф, который, значит, вот составлял наш договорной, вот этот, будем говорить, денежный банк. И собрания жильцы все-таки будут проводить. Однако уже с новой управляющей компанией. Сейчас активисты дома приступили к сбору всех необходимых документов, но при этом продолжают самостоятельно искать причины потопа. Значит, до следующего колодца вода не уходит никак. И вода, которая в доме образуется, ей некуда просто деваться, она накапливается в подвале. Наиболее вероятной из них стал засор канализации за пределами дома. Но его устранять в течение дня отказывались все коммунальные службы. Сегодня нас заверили в Горводоканале, что о проблеме там знают. И решить ее специалисты постараются в самые короткие сроки. Вот как бы у нас сложилась ситуация, что у нас нет управляющей компании. Ну, поняла я вас. Записали ваш адрес. Подъедем. Павел Громов, Василий Попурин. Новости Вологды.